Всем привет! С некоторыми видами доставки у нас как в Кинзаде. Куда пойдём? Где электротётка или где обычная тётка? Кто заглядывал в сообщество и видел, что недалее, как вчера, публиковала там жалостливую фотку с мёртвым чёрным постаматом Пикпоинт и жаловалась о том, как не могу получить с 4-го числа свой заказик от Avon. Он попал у меня под замес с этой хакерской атакой на Пикпоинт. Всегда предпочитали получение в постаматах всех посылок, поскольку торговый центр открыт до 12 ночи. Вот как освобождаешься, так идёшь и забираешь. А пункты выдачи с живыми тётками закрываются гораздо-гораздо раньше. В общем, мы сейчас смотрим эту распаковку благодаря моему волшебному мужу, у которого тоже с утра раздался львиный крик. Почему что-то важное, судьбоносное для работы уехало в совершенно другой ПВЗ, причём с таким тревожным названием, что первая мысль в другой город. Потом выясняется, нет, всё-таки наш. Но так как муж у меня вообще-то работает в Москве, ещё попробую туда доехать до закрытия этого пункта выдачи. Но вот сегодня всё сложилось так, что он смог освободиться пораньше. Забрал и свой заказ, и выкупил мой Avon. Вот, так что можно прям сказать, вскрываем подарок от мужа. И оплатил, и привёз, и даже не спросил, нахрена мне это надо. Ну, наверное, понял, что, видимо, жена с ума сошла. Коробками Avon покупает на старости лет. Всё, давайте смотреть. Короче говоря, судя по наклейкам, в повторную доставку необходимо повторно доставить. И номер тут был того постамата, где обычно мы всё забираем. То есть ваши томящиеся где-то посылки, наверное, всё-таки привезут туда, где вы закажете. Я не обратила внимания вообще на всю эту ситуацию с постаматами. Я благополучно не смотрю те каналы, где это сообщалось. Мама что-то слышала по радио, но не рассказала мне об этом. Я в итоге вот когда седьмого пришла забирать заказ, туда, куда я обычно заказывала, там-то я только обратила внимание, что в СМС-ке всё как обычно, код получения заказа, только, простите, постамат вообще совсем не там. О, засунули даже чек на общую сумму моего заказа. Так, давайте смотреть, что и как мне положила Avon. На заднем плане это типа в самодельном подсвечнике, которая миллион лет назад свечку нам сообразила. Дело миллион лет назад я подсвечниками. Так, чего это наименование товара? Рейтинг 100,66%. Так, все у нас любят рейтинги свыше 100%. Смотрела я эту счёт-фактуру в интернете, и там вот эти пугающие шестёрки стоят. Поэтому давайте попробуем понять, что мне пришло. Так, мне пришёл пакет-сюрприз. Это не может не радовать. Так, мне пришёл маленький пробничек моего любимого удового аромата. Я его отложу кому-то на подарки. Мне пришла макулатурка. К первому каталогу мы, наверное, с вами полистаем. О, вот такая большая бадья крема у меня кончилась раз. Я в неё доливала маленькие бадьи крема по 400 мл. И сейчас там выскребаю с донышка. И вот теперь решила себе с Новым годом настроение на тумбочке уже устроить. Вот, наверное, посмотрю, сколько там крема осталось. Оперативно дамажу. И сразу возьму в использование. Это у нас с авокадочкой крем. Так, прошу прощения. Крем, как обычно, у Эйвона начинается простая эмульсия с жидкого парафина, глицерина, петролатум. Это тоже фракции, в общем, такого инертного минерального масла. Стеаринова кислота. Потом эмульгатор. Отдушка. Карбомер – это гелеобразователь текстура. Образователь диметикон. Силикон – высоковязкий, медленно испаряющийся. Цетилалкоголь – структура образователь-загуститель. Но для кожи он не вредный. Ничего, не надо волноваться. Поташевым гидроксидом – это гидроксид калия. Не путать с кротом. Чуть-чуть гидроксида калия имеет право быть в средствах, как регулятор кислотности того самого PH. Добавляют, чтобы оно было приемлемого уровня. Каприлил, гликоль, увлажнялка зеленая. Высокофранкционированная, как правило, из растительного сырья. Дисодиум, ЭДТА – это хилатор. Убирает тяжелые металлы, чтобы средство подольше хранилось. Консервант получше работал. Капрат, полиглицерил – тоже увлажнялка. Акрилат, алкил, кроссполимеры – это текстура образователя, про который много страшилок написано на всяких органических сайтах. Токоферол, ацетат, витамин Е. Персия, вот Персия Гратиссима Оил – это как раз то самое масло авокадо. И стоит оно перед отдушкой. То есть обычный инертный крем на достаточно гипоаллергенных искусственных... Ну, как сказать, они не все искусственные. В общем-то, фракции нефти, они тоже более чем в природе получились. Нефть – это более чем природный компонент. И если правильно теория, что нефть получилась из старых-старых растений, давно-давно попадавших в землю, спрессовавшихся, то, в общем, тоже из растительного сырья в этом плане не соврали. В этом плане ни Эйвен, ни Эйфрашей, никто не врет, все растительное. Но на вот таком сырье. Поэтому в такой крем, естественно, я от себя всего добавлю, чтобы он был более ухаживающим за кожей. Ну, добавлять тоже надо в разумных пределах. Эти эмульсии, они все-таки не рассчитаны на какие-то сложные ингредиенты. А чуть-чуть масла жирного, чуть-чуть масла эфирного, чуть-чуть тех же самых жирорастворимых витаминков. И будет мне кремушек. Кстати, я с авокадо-крема Эйвен не нюхала, как он там. Такой достаточно жидкий он. Ну, и запах весьма приятный, нейтральный. Я думала, как же у них будет пахнуть авокадо. С шоколадом они меня расстроили. Я так надеялась, что он будет вкусный. А он вкусным не оказался. Так, ты кто? Это, видимо, замена какая-то. Это замена чего и чему? Эйвен Артистик Парфюм Ут Грандиер. А, видимо, вот. Не было во вкладыше. Вот такой Ут Грандиер они прислали. Надо отдельную коробку для пробников Эйвен завести. Так, а это надо по счету фактуре считать. Это был не наборчик. Нам предлагалось на выбор Адванс Техникс и Планета СПА для волос. Я на каком-то этапе заказа решила схитрить. Добавила оба набора. Они там вроде висели. Но под конец оформления заказа, видимо, как-то рандомно сайт сам убрал мне Адванс Техникс. Ну, у меня это вроде бы есть или похожее есть из предыдущих заказов. А вот Планеты СПА у меня давно не было. Сладкие сны спрей для тела и сладкие сны французская лаванда, ромашка, крем для рук и ночная маска для лица. Я на самом деле очень люблю маску лаванда. Сейчас прям мне не терпится нюхнуть. Слушайте, а весьма приятная штучка с приятным лавандово-ромашковым ароматом. На самом деле лаванды в этом мире очень много сортов. Алкоголь, вода, изопропиловый спирт, парфюм, кумарин, гераниол, лимонен. А где написано крепость? Это можно оставить для перепрессовки косметики? Как вы думаете? Кто знает, где посмотреть содержание спирта? Потому что Эйвен, если он продается в России, он обязан писать, сколько спирта в косметике, особенно, когда спирт на первом месте. Потому что, по-моему, когда больше 20% они должны писать. Не вижу крепость, но спиртягой прилично пахнет. В общем, запах мне понравился. Кремик, крем для рук. Я прям все сейчас возьму в использование. Ой, какой классенький, маленький, хорошенький. Не зафольгировано ничего. Приятный лавандовый запах. Интересно, тут есть чему быть питательным или увлажняющим? Так, способ применения, состав. Вода. Опять мы видим жидкий парафин. О, сразу за ним масло ши, глицерин. В общем, с маслом ши, кремик. Ну, ничего. Слушайте, за запах я очень довольна. Так. Что-то я как-то не по-русски сегодня говорю. У меня весь день клонит в сон. Так, где состав? Кто состав видит? Кто первый видит состав, кричите. Не вижу, где состав. Ну, давайте выдавим на руку, еще посмотрим, что за зверь. Ага, она как гелевая. И ее впитаться на ночь, как ночной гелик. Она очень-очень легко пахнет. По сравнению с кремом для рук, вот еле-еле запах чувствуется. И знаете что? Тоже возьму в использование. К концу года заходите в пустые банки. У меня обычно такие средства, если я беру в использование, я их быстро начинаю мазать и на шею, и на декольте, и на руки. У меня заканчиваются они только в путь. Так, теперь самое главное, что мне хотелось по акции «Невиданной щедрости» от Эйвен. Я докупила, я докупила ирис. Почули у меня есть «Я хотела мускус», и мне прислали амбер. Теперь давайте смотреть, я сошла с ума, или это такая шутка на найка от Эйвен. Точнее, не мускус, а кто? Магнолия. Магнолия, конечно, это я брежу. Буклет есть. Каталог вроде валяется. Увлажняющий лосьон для тела валяется. 179 рублей у меня обошелся. Амбер за 750 рублей валяется. Спрей-спа валяется. Парфюмерованная вода Амбер. Распродажа. Пакет 0,6 мл. Так, 4 отсутствуют на складе. Сделана замена. Это аромаспа «Сладкие сны». Не поняла. А что на что поменяли? Замена отсутствующего товара. Код действия 4. Ничего не поняла. Магнолия здесь написано. Вот Грандиер 1,5. Амбер 0,6. Шестерка сделана. Так. Вам не видно? Я сижу что-то рассуждаю. Прошу прощения. Итак. Вот положили эмбер с пробниками. Это я поняла. Парфюмерной воды магнолии нету. А где код действия о том, что ее нету? Потому что я как бы не против, что у меня в запасах образовался флакон пачуля. Он мне очень понравился. Но вообще я хотела иметь в коллекцию себя полностью эту серию. Что мне делать? Как мне быть? Получается ждать новой акции невиданной щедрости от Avon снова или покупать потом уже по большей цене в первом каталоге магнолию отдельно, когда она появится на складе. Расскажите мне, как бы вы поступили в таком случае. Или подумать, не нужен ли мне еще какой-то парфюм от Avon и рискнуть заказать еще раз. А вось не сделают замены. Поскольку запах, аромат, не знаю, флакон и все остальное у этого пачульки мне понравились. Но я не думаю, что в ближайшее время я прям буду им поливаться, поливаться. Он у меня закончится. Я открою второй флакон и продолжу поливаться снова. А магнолию хотелось оценить и составить полностью все свое впечатление о серии. Так. Вытаскиваем. Смотрим. Фокус. Январь 21-ка у меня не было. Avon дарит время. Новая система скидок. Почитаем. Каталожище на февраль. Почитаем. Коробка пустая. Итак, давайте макулатурку побросаем в сторонку. Самое интересное это вскрытие пакета сюрприза. У кого-то из девочек я видела, кажется, у Марины. Она открывалась и у нее были очень большие пакеты сюрпризы. Они все так классно окупились. Еще что-то. Мой стоил 320. И парфюма там уже очевидно нет. Поэтому я даже не знаю, сейчас мы с вами как будем радоваться, не будем радоваться. Но я не могла не заказать пакет сюрприз. Я как дитя малая с косметикой играюсь. Мне сюрпризы просто необходимы. Итого, что я получила. Perfect Matte Lipstick губная помада. О! Wild Cherry. Слушайте, у меня мама обожает вишневые помады. Я прям отложу ей в подарок. А ты кто? Color Trend. Ну ладно, Black. Отлично. Тоже отложу в подарок. Это неплохо. Бальзам после бритья. Вот это плохо. Это надо будет думать, кому подарить. Поскольку сыну у меня еще не требуется. А муж у меня освоил триммер и ходит с аккуратно подстриженной бородой. Экономия на средствах для бритья вы не представляете, какая. Ух ты! Крем для рук, для сухой и очень сухой кожи с маслом кокоса и новогодней тематикой. Но я думаю, он в ближайшее время будет просто подарен. О! Metal Love. Металл. Это я люблю. Слушайте, прикольненький цвет. У меня как раз ноготь есть свободный. А что? Очень даже приятный цвет. При вас нанесла на неподготовленный ноготь в один слой. И все прилично перекрылось. Поэтому кину к своим прочим лакам. Ему не будет одиноко с ними. Коричневая тема у меня не так, чтобы сильно раскрыта. Так что пакет сюрприз, ну, не вау прям, а скакать и радоваться. Но и почему бы и нет, почему бы и не быть такому. Не могу сказать, что я страшно недовольна и дико ругаюсь. Вот такая у меня распаковочка заказика по последнему в 2020 году каталогу Avon. Такой у меня потерявшийся в дебрях пикпоинта заказик. Замена. Магнолии на почулю. Вам спасибо, что оставались со мной. Посмотрели этот сумбур сумбурный. И да, кстати, за сутки с момента, пока я написала письма в Avon и в пикпоинт, мне ни одна из компаний не ответила, а что бы делать, если бы я физически не могла доехать до заказа в тот пункт выдачи, куда это доставлено. И Avon хотя бы операторы брали трубку и отвечали, что заказ попал в пикпоинт, а там подумают они как-нибудь. Потом они за компанией мне не могут ответить. В пикпоинте просто все телефоны молчали. Он прикидывается мертвым. Так что вот такая ситуация. Еще раз спасибо, что этот сумбур полусонный дослушали. Спасибо, что остаетесь со мной. Удачного вам сезона закупки предновогодних подарков. Пока-пока.